125 сел области попали в черный список МЧС. Все они находятся вблизи лесных массивов. И хотя пожароопасный сезон пока сдерживает дождливая погода, все службы уже в полной готовности. Репортаж Алексея Лощинина. Хорошего нет. Никому не нужно. Это водопровод есть, а у него воды уже сколько лет нет. Пить нечего. Не то, чтобы пожар тушится. В прошлом году житель села Первомайская Виктор Родин заправлял пожарные машины вот из этой емкости. Огонь тогда окружил деревню и оборону держали на всех фронтах. Пожароопасный 2011-й пока сдерживает дождливая погода. Но в МЧС уже подготовили тревожные списки. Более ста населенных пунктов оказались в опасной зоне. Основные у нас лесные зоны это Хвалынский район, Усогорский район и, соответственно, Базарно-Карбулагский район. Вот как бы основные лесные массивы, где у нас расположены, и как бы наиболее сложная обстановка в случае лесных пожаров может сложиться именно там. Дежурство на наблюдательном пункте идет с утра и до вечера. В селе Черкасское, если что, лес выйдут тушить добровольные пожарные бригады. Сейчас такие отряды создаются повсеместно. Они приходят на помощь лесникам, которых с каждым годом становится все меньше. Сейчас у нас с кадрами очень большая проблема. Зарплата у лесников порядка минимального оклада, минимальной заработной платы. И люди, кто может, уходят с работы. А уходят специалисты, которые много лет проработали, которые знают лес. В этом году регион получил новые пожарные машины и оборудование. Но, как в таких случаях бывает, хватило не всем. По-прежнему в отдаленных поселках единственная надежда на старенькую пожарную технику. Проблемы, они вот тут с бензином. С бензином, а что с бензином? Да, ну денег бывает нет, скажешь, у нас. А больше денег взять. Наносить ответный удар огню в этом году готовы как с земли, так и с воздуха. Поднимать, в случае чего, будут авиацию. Муниципальные власти рапортуют, готовые к худшему развитию сценария. В этом году в связи с установившейся дождливой погодой, сейчас можно отметить, что угроза возникновения пожаров сведена к минимуму. Но в любом случае мы готовы к отражению пожаров. С начала лета на территории Саратовской области уже сгорело больше 12 гектаров леса. Было зафиксировано 13 пожаров. Причем огонь во всех случаях приходил с полей, на которые жгли сухую траву. До конца недели, по прогнозам синоптиков, погода сохранится дождливая. Но это не означает, что жаркого лета 2011 не будет. А значит угроза лесных пожаров только нарастает. Алексей Лощинин, Вадим Лысов, Кирилл Логинов. Вести. Саратовская область.